Просто наши машины не успевают. Люди потоков в этом году много, отдыхающих много. Не успеваем. Штурм кассы западного автовокзала. В очереди за билетами в Иссыкульском направлении десятки отдыхающих. Как пришла сюда, уже час прошел. Столько времени стоим в очереди. Когда раньше такое было. Месяц назад приехала сюда на лечение. Сама я из Иссыкульской области. Теперь еду домой. Я с Питера приехала. И вообще все изменилось. Я буквально неделю назад ездила туда за 350 до Бакамбаева. И оттуда я приехала за 300 рублей. Ну, две недели назад точно было 400 сом. У меня муж уезжал. 400 сом было точно. А сейчас 470. Через каждые полчаса маршрутка отходит, но не успевает даже. Надо бы оставить бы цену, да, такую же, допустим. И людям хорошо. Как стали передавать об аномальной жаре, это где-то последние три дня. Много народу уезжает. А очередь такая, потому что людей очень много. И каждый пока получит билет, и пока ему сдачи, посчитают. На все это уходит время. У нас все строго по билетам. И только через кассу. Цена фиксированная. Строго по закону. День примерно до 3000 человек уезжает. Неделя скоро заканчивается. На выходные едут. Как рассказали в администрации автовокзала, 120 машин курсируют по маршруту Бишкек-Челпоната и 85 Бишкек-Каракол. Повышение стоимости билетов, которое, по словам Бейшеева, снова произошло дней 20 назад, связано с увеличением цены на дизельное топливо. Но самих водителей более возмущает другое обстоятельство. Раньше мы работали до 10. И закрывали, и никакой это не было. Ажиотаж вот такой. Все, мы успевали работать. А сейчас, после 8 вечера уже, 20 минут уже, закрывать вокзалы. А тут шипачи, которые без документов приезжают, нам диктуют. Они заряжают, как это цена. У нас через кассу по закону едем мы. Машин достаточно? Достаточно. Если вот не было шипачей, которые без документов работают, они отсекулись, забились, а пассажиры идут, они все по дорогу, по патературу собрят. А мы только с вокзала выезжаем. Услуги частного извоза предлагаются метрах в 50 от автовокзала прямо по трассе, где не нужно отстаивать никаких очередей. Но это удовольствие стоит раза в три дороже. Я не смогла подойти просто туда. Я была в КАСе. Не смогла подойти. Минут 40, наверное, стояла там. Кто последний, кто первый, никто ничего не знает. Пришлось идти, потому что у меня ребенок, 15 лет ей. Аллергия, да. Ну, пришлось согласиться, полторы тысячи. Полторы тысячи? Да. За одного человека? Ну, да. До Каракола? До Каракола. Никто из таксистов стоимость проезда не прокомментировал. Но в разговоре без камеры они сослались на то, что спрос в этом году действительно превышает прошлогодний. И что не хватает машин, оттого и цены такие. Сотрудники ГОБДД, следящие на месте за правопорядком все время работы автовокзала, говорят, что повышение цен в разы за проезд выходит за рамки их компетенции. Пока, к сожалению, мы с ними проводим профилактическую только беседу, именно, чтобы они тоже соблюдали режимы труда и отдыха. Это получается частный изложитель такси, получается, понимаете, чтобы, если, конечно, если со стороны их грубые нарушения, мы пересекаем. Сейчас мы проверяем именно водительскую удостоверение, проверяем, свидетельство о регистрации транспортного средства и техосмотр. Именно, да, обязательно, да, патент уже проверять налоговая инспекция. Какой-то порядок среди нелегального частного извоза пытаются навести инспекторы транспортного контроля. За шесть месяцев этого года, за нарушение транспортного и лицензионного законодательства, на территории западного автовокзала было составлено семь протоколов о правонарушениях на сумму 29 тысяч сомов. А с 1 июня до этого момента за предпринимательскую деятельность без лицензии было наложено штрафов на 82 с половиной тысячи сомов. Стараемся выявлять нелегальных перевозчиков, составляем протоколы, штрафуем, делаем плановые и внеплановые рейды совместно с МВД за отсутствие разрешения, лицензий и патентов. Штрафы от тысячи до семи с половиной тысяч сомов для физических лиц, до семнадцати тысяч для юридических. Однако такая мера, похоже, никакого эффекта не дает. Спрос на Иссыкульское направление в последние дни вырос настолько, что не осталось даже свободных машин в фирмах, дающих авто в аренду. Несмотря на то, что стоимость аренды варьируется от 35 до 150 долларов в сутки, в зависимости от количества дней и марки машины. Что касается цен на проезд до Иссыкуля на частном такси, никто из госорганов повлияет на ситуацию, похоже, не в состоянии. Закон об автомобильном транспорте запрещает вмешиваться в хозяйственную деятельность перевозчиков, а также гарантирует свободу цен на предоставление услуг в этой сфере.